Доброе утро! Сейчас уже ровно 11 часов, поэтому я предлагаю начать наш вебинар, который посвящен вопросам приведения в порядок портфеля недвижимости компании, корпорации и тому, как же сделать так, чтобы он эффективно работал. Начну я с представления нас, возьму на себя эту ответственную функцию. Перед вами справа от меня, извините, Наталья Скаланис, управляющая директор нашей управляющей компании, компанией «Медикар», человек с огромным багажом знаний и опыта, служит 15 лет недвижимости, с наградами и личными наградами персонального года в прошлом году по версии 3 и с наградами профессиональной поуправляющей компании. Поэтому Наталья будет чем-то заботиться с вами и надеюсь, что вам очень это понравится. Меня зовут Ольга Шарегина, я у менясь управляющим директором департамента управления активами или покороче от tech-менеджмента. Занимаюсь вопросами консалтинга, аналитики, маркетинга, брокерей, дженера, дженера, дженера и инвестиционным консалтингом. Это тоже достаточно большой блок вопросов, обладаю огромными компетенциями в этих направлениях и тоже, надеюсь, что смогу поделиться с вами своими опытами и знаниями. Хотелось бы для начала понять, все ли нас хорошо видят и слышат, поэтому, пожалуйста, поставьте плюсики те, кто нас видит и слышит. Если есть какие-то проблемы, сразу же наши IT-специалисты подключатся и все исправят. Отлично, видим достаточно много плюсов. Как много людей, это всегда приятно. Спасибо большое, спасибо. Не останавливайтесь, плюсы нас радуют. Спасибо, спасибо. Повторю еще раз, если вдруг возникнут какие-то проблемы, мы на них отвлекаться не сможем. Будем вести наш вебинар согласно плану, но все ваши проблемы будут видны в списке вопросов в общем чате. И еще раз повторю, наши IT-специалисты сразу же к вам подключатся, поэтому не переживайте, все будет хорошо. Добрый день. Еще один комментарий, нас во время вебинара не будет видно, опять же, чтобы вы нас не отвлекались, будут наши фотографии, не менее приятные, чем мы с вами. И, естественно, сама презентация, которая будет на экране, за которую вы сможете следить. Наша презентация состоит из трех блоков. Первый блок посвящен стратегическим вопросам, второй блок больше посвящен операционной работе и операционным вопросам. И третий, завершающий блок, очень позитивный, который настроит, возможно, вас на положительный лад и вдохновит на работу со своими активами. И добавлю немножечко еще с организационной точки зрения. Значит, если вы обратите внимание внизу на правый угол вашего монитора, то вы увидите общий чат и вопросы. Вы можете в течение нашей презентации, безусловно, оставлять сообщения в чате и вопросов. Мы ответим на них после презентации. А сейчас мы начинаем. Да, и начнем мы с небольшого ролика, тематичного, пробательного, который, опять же, начнет смысловую презентацию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вот то, что вы сейчас увидели, это как раз то, как чувствуют себя зачастую активы наших компаний. Чувствуют себя заброшенными, недооцененными. В том мире, который вокруг меняется, все растет, все вкладываются деньги, строятся вверх, ввысь, вширь. А он посреди этого бушующего мира один, испуганный, не понимающий, что дальше делать. И это не только аллегория такая красивая, это действительно правда, правда, с которой мы сталкиваемся при общении с крупными корпорациями, с средними собственниками, с средним элементом по размеру, по объему активов. И те проблемы, которые вы сейчас видите на экране, они обозначены пунктами, они выстраданы. И за каждым из них стоит большая история, большой пласт работы, большой пласт трудностей, задач. И все, конечно, они не связаны в основном с тем, что нет порядка. Очень большие расходы векут за собой, не приведенные в порядок активы. Они неклассифицированы, не учтены правильно. Зачастую на земельных участках компании стоят несанкционированные объекты недвижимости, даже капитальное строительство, не имеющее соответствующих документов. Доходность основного бизнеса компании тоже может страдать от того, что нет порядка в недвижимости. Я уже не говорю про то, что непрофильный актив вообще не приносит никакого дохода. Компании, конечно, стремятся как-то с этим бороться, вводят документы, вводят положения, создают стратегии развития каких-то там десятых, тридцатых стратеговых годов. Но это не всегда помогает. И при работе с компаниями, с нашими компаниями, мы подумали, что, наверное, где-где, а за рубежом, особенно за тем, за рубежом, здесь нет нитек, уже наверняка все в порядке и можно позаимствовать опыт там. Но те примеры, которые вы видите, это люди, с которыми я знакома лично, и презентации, которых я видела и общалась, рассказали, что тоже далеко не все так сладко и хорошо у них было, и причем достаточно в близком прошлом. Те компании, крупные компании, которые мы знаем и используем в повседневной жизни, в B2B-сфере, тоже сталкивались и сейчас сталкиваются с проблемами и неструктурированности, и высоких операционных затрат, немотивированности персонала, занятого в работе с недвижимым активами, и с распределением обязанностей, и с низкой доходностью основного бизнеса и непрофильных активов. Все это знакомо и им. И, честно скажу, что от этого даже чуть-чуть полегчало, потому что, если весь мир работает над решением одних и тех же проблем, то, значит, Россия все-таки в тренде. Какие формы задач мы обнаружили при общении с этими корпорациями, странными и российскими формами, и дальше расскажу немножко про содержание. Значит, в основном компании, конечно же, задумываются о том, чтобы создать собственную отдельную организацию, которая будет решать все вопросы, связанные с управлением активов. Это не всегда легко и просто, это требует дополнительных затрат, это требует дополнительных компетенций, но тем не менее такая форма решения стратегических задач существует. Дальше создаются некоторыми корпорациями в качестве решения отделы внутри компании, достаточно тоже крупные, если это крупные корпорации, или небольшие, если это компании среднего размера, которые занимаются, опять же, решением этих операционных и иногда стратегических задач по управлению активами. Также достаточно распространен вариант, когда это управление передается внешним компаниям, проводятся соответствующие тендеры, либо коммерческие, либо государственные, и они отдаются на уфорсинг. И тот четвертый пункт, который я все-таки называю практически бездействием, когда компании стараются сами решить проблемы, не создавая никаких удобств структур, не привлекая никаких внешних компаний, разрабатывают документы, положения, пытаются их внедрять, но, к сожалению, на основном они все уходят в стол, и ничего, кроме красивой бумажек и слов, мы видим результаты, главное, самое главное тоже. С точки зрения содержания. Стратегические вопросы могут решаться путем повышения внутренней компетенции, причем совершенно разными способами. Сейчас существуют разные и курсы, и литература, и сертификация, которые позволяют поднять общий уровень знаний об управлении активами внутри компании. На экране вы видите уже, наверное, небезызвестные многие стандарты 155 тысяч, стандарт ПАС 55, второй стандарт больше распространен в Великобритании, разработан британским институтом, и 155 тысяч уже к счастью здесь в России, по нему уже проходит сертификация, уже проходит обучение. По повышению, скажем так, профессионального уровня путем получения знаний и методик, тоже распространено, есть разные институты, есть разные общества профессиональные, которые посвящены управлению активами, например, институт ассет-менеджмента Великобритании, членом которого мы сейчас являемся. Они разработают разные методики, например, у них есть методика, которая называется «Зрелость в управлении активами» ассет-менеджментной теории, и она состоит из 39 положений, в каждом из них есть градации от 1 до 5 баллов, в рамках которых можно протестировать свою компанию, понять, на каком этапе развития своих активов она сейчас находится, и что нужно предпринять для того, чтобы эти проблемы, которые выявлены в ходе, тестированные в ходе методики, были исправлены. Также, что меня не может не радовать, очень много людей, занятых в управлении активами, занимаются самообучением. К сожалению, литературу, посвященную ассет-менеджменту, управлению активами на российском рынке, на русском языке практически нет. В этом есть очень много на английском, и она абсолютно легко находится в интернете, даже в открытом доступе в полном объеме. Есть вебинары, например, тот, на котором вы присутствуете, и наши последующие, я надеюсь, вебинары с Натальей, посвященные на эти вопросы. Есть семинары личные, есть различного рода конференции, которые проводятся во всем мире. И есть, конечно, еще то, что я называю профессиональной интуицией, это когда люди вслепую идут в управление активами, пытаются разобраться с теми вопросами, которые возникают путем логики, путем собственного уровня интеллекта. Иногда это получается, иногда нет. Второй способ – это когда компания привлекает внешнюю компетенцию. Они могут привлекать на отдельные функции, скажем так, только на пропорции, только на поселите, только, например, на разработку анализа наилучшего использования. Либо когда привлекается внешний субподрядчик, внешний партнер на комплексные работы. Комплексные работы могут быть у каждой компании разные. Поскольку вебинар наш, немножко придется похвастать, так или иначе, пару раз за вебинар. У нас есть наша программа, наша методика, которую мы разработали, собрав и опыт, и знания методологические, научные, из разных конференций книг. Она называется «Эффективный собственник». Она включает в себя как четкое понимание суть работы, разбитой на план, так и четкое понимание содержания этой работы. Основной ее плюс – то, что необходимые изменения в управлении активной организацией мы можем внедрить практически сразу. То есть этот наш основной принцип – быстрое внедрение необходимых изменений, тестирование, а затем уже распространение на весь пол активов, вне зависимости от их состояния и задач, которые нужно решить с каждым квадратным методом. Комплекс того, что я сказала, по форме и по содержанию, может быть у каждой компании, у каждой корпорации абсолютно разным. И как раз профессионализм заключается в том, чтобы грамотно сочетать и форму, и содержание, и привлекать нужные внешние компании, пользоваться внутренними компетентами. И радует то, что это все не громкие слова, не теоретические выкладки, это то, что приводит к реальным результатам. И два реального результата вы видите сейчас в презентации моей. Это Дублинский аэропорт и российские железные дороги. Я немножко подробно расскажу, поскольку Кеса всегда наглядно демонстрирует, и все всегда их любят. Дублинский аэропорт – один из крупнейших аэропортов в Европе. Входит в стройку по загруженности, несмотря на то, что Дублин, может быть, не такой большой, как Лондон, и другие столицы Европы, но тем не менее. И в начале 2000-х годов, если кто-то бывал в Ирландии в это время, то они могут вспомнить, что аэропорт был реально перегружен. Было очень много проблем с качеством предоставляемых услуг, со всем, что происходило в инфраструктуре, в активах и в движениях, и в недвижимых. И они поняли, что дальше так жить нельзя. И они занимали на тот момент по уровню качества 23-е место в Европе, или 28-е, я сейчас точно не помню. Это очень низко и очень непрестижно для аэропорта. И путем внедрения изменений в управлении активами, путем внедрения основных принципов по сет-менеджменту, которым им пришлось обучиться, путем строительства второго терминала, они буквально лет за шесть превратились из отстающего, прямо скажем, убогого аэропорта в один из лучших аэропортов Европы. И в прошлом году они получили главную премию, премию, посвященную аэропортам в Европе, IAA, есть такая премия, если вы поищите на лете. Они получили главный приз, золотую медаль практически, и они безумно этим гордятся. Если вы видели, с каким огнем они говорят о своем аэропорте, и как они презентуют свои результаты, свой гигантский труд, который они сделали за последние шесть лет, то вы поймете, насколько люди болеют, и насколько они понимают, каким образом нужно складывать эту мозаику из внутренних и внешних компетенций для того, чтобы достигнуть таких результатов. И вторая история, тоже российская, чтобы быть не только подковным международным опыте, расскажу про РЖД, РЖД наш клиент, поэтому мы тоже гордимся сотрудничеством с этой корпорацией, и тоже очень много сделали для нее и мы, и другие компании на российском рынке, и они сами. Если вы, опять же, активно используете услуги РЖД, вы заметили, как они изменили за последние десять лет, начиная с внутреннего сервиса, даже элементарно, про дни вы стали по-другому разговаривать, и заканчивая тем, что происходит на вокзалах, на малых станках, на самих вагонах, на самих поездах. Все это очень меняется, и благодаря тому, что они, опять же, используют и принципы сет-меншмента, и принципы привлечения внешних сутпотрядчиков. Они отдают на аутсорс непрофильные функции, они отдают на аутсорс профильные функции. Мы в прошлом году взяли несколько вокзалов управления страшной этими организациями. И этот подход, он прежде всего отражается на качестве нашей с вами жизни. То есть, если начать с активов, то это приводит к тому, что и нам, и нашим родителям, и нашим деятельствам это хорошо. Сейчас, чтобы все немножечко взбодрились, давайте пообщаемся в чате, и ответьте, пожалуйста, как вы считаете, во что вы больше верите? Как это сердцем и умом? Научный подход, когда нужно прочитать кучу-кучу книг, посмотреть методики, некоторые из них очень сложные, с безумными диаграммами, может быть, никогда не сделаем вебинарную эту тему. Либо в интуитивный подход, когда скорее диктует интуиция, душа, понимание своего актива, понимание, куда движется корпорация. Но это не запротоколировано, и объяснить кому-то это достаточно сложно. Во что больше верите? Напишите просто наука, интуиция. Наука, интуиция. Мы сейчас, конечно, в процентном соотношении не сможем сказать, но по визуальному восприятию ваших ответов я смогу сказать, какого у нас больше, методистов или интуитов. Хорошо. А если все-таки выбирать? Это классно, когда плюс между наукой и интуицией. Но если выбирать, давайте как-то попробуем четкие. Да, можно один-два. Когда будет рассылаться запись с вебинара, мы подведем итоги, там будет четко написано, сколько процентов за один пункт, сколько за второй. Спасибо за ваши ответы. Я вижу, что пока почему-то побеждает интуиция. Визуально. По поводу и того, и того, Виктор, я согласна полностью, но сейчас хотелось бы услышать то, что у вас превалирует внутри. Во что больше верите? Науку или... Все-таки пока побеждает интуиция. У меня просьба не останавливаться с ответами, кто еще не ответил. Пожалуйста, потому что для нас это очень важно, особенно ваша обратная связь. Без вас вообще, в принципе, никуда. Опыт. Это тоже здорово, но опыт скорее относится к интуиции, потому что он рождает выводы, которые иногда не всегда возможно объяснить, особенно в некоторых ситуациях. Хорошо. В основном блоке... Окей, еще раз повторю, что мы подведем более четкие результаты попозже. Сейчас у нас... Мы переходим к следующему блоку. Это по операционной ведности. Я опять же начну и потом уже наконец-то передам славу Наталью. Операционной ведения. Конечно же, после того, как определена стратегия и понятно, куда двигаться и с какими проблемами, нужно это начинать делать и приступать к каким-то конкретным шагам. Но для того, чтобы к ним приступить, нужно определиться с подходом к управлению, с подходом к решению этих задач. А он зависит от того... Вернее, от многих факторов, но самое главное, от того, к какой классификации, к какой группе относится актив по классификации, на каком этапе своего жизненного цикла он пребывает и в каком он сейчас состоянии. И глобально, наш опыт всегда подсказывает, что мы начинаем с деления на профильную и непрофильную недвижимость. Профильная недвижимость, вполне понятное определение, это та, которая задействована в производственном процессе предприятия и необходима для того, чтобы производить его основной продукт. И основной подход там заключается в том, чтобы либо сокращать затраты на эксплуатацию этой профильной недвижимости, либо сохранять качество этого актива для того, чтобы обеспечивать качество необходимого производства, то услуги или продукты, которые производят. И самое главное, непрофильная недвижимость, я говорю самое главное, потому что это основной вопрос, с которыми мы сталкиваемся в нашей работе, по непрофильной недвижимости, той, которая не задействована в производственном процессе, есть три основные задачи, с которыми мы работаем. Это максимизация доходов, либо в принципе генерирование их, это сокращение затрат и минимизация убытков и увеличение капитализации недвижимости, то есть создание дополнительной ценности, дополнительной капитализации этому объекту, который есть и который не используется в незадействительной производстве. Наталья. Спасибо, Ольга. И давайте начнем, наверное, с того, что мы начнем приводить все-таки в порядок наш портфель, теперь более предметно. И в первую очередь то, что нам необходимо с вами сделать, это обозначить нашу цель. Мы цель для данного вебинара и для порядка в недвижимости обозначили как консолидация и структурирование информации по портфелю недвижимости. При этом для исполнения данной цели мы обозначаем себе и ставим три задачи. Первая задача – это централизация и стандартизация. Вторая задача – это разработка единой методологии учета, когда нам необходимо понять, профильная это недвижимость, либо непрофильная недвижимость, как ранее говорила Ольга. И далее определить непосредственно критерии, что же мы будем подразумевать под непрофильной, либо под профильной недвижимостью. Это та сложность и та необходимость, которую очень важно решить при исполнении второй задачи. Третья задача, которую мы себе ставим – мы верим в программное обеспечение, мы верим в программные продукты, поэтому, безусловно, мы рекомендуем всем внедрять и как можно быстрее те программные продукты, которые позволят избежать максимума человеческого фактора для того, чтобы анализировать сухие, зачастую голые цифры, и наслаждаться недвижимым активом с точки зрения души. Давайте попробуем детально посмотреть этапы, с которых мы начинаем наш анализ, из которых мы начинаем и пытаемся прочувствовать наш объект, либо наши объекты. Первый этап мы видим как формирование пилотного проекта. Почему мы его называем именно так? Потому что зачастую, особенно если мы говорим, что мы корпорация, либо мы госучреждение, то, как правило, в таких огромных гигантах рынка присутствует некоторое количество объектов, разбросанных зачастую даже не только по территории Санкт-Петербурга, либо Москвы, а и по территории Российской Федерации. Поэтому для того, чтобы не распалять свое внимание, мы предлагаем начать с пилотного проекта. Вторым этапом мы видим как формирование рабочей группы, где очень четко распределяются роли и очень важно присутствие заказчика, чтобы он понимал и осознавал, как сложно или с какими сложностями или в каком состоянии находятся те активы, которые мы с вами будем изучать чуть дальше на следующих этапах. Третий этап – это определение методологии учета. В этом этапе очень важно осознавать и зафиксировать сразу, каким образом мы будем с вами описывать ту недвижимость, которую мы будем анализировать. Есть несколько разных критериев. Есть критерии по степени готовности, по виду недвижимости, по текущему использованию, по учету, по доходности, по качеству, по классу. И далее, и далее, и далее, чем больше вот этих критериев будет задано, тем проще и понятнее на шестом этапе будет возможность принять более качественное решение. Четвертым этапом, опять же, мы видим внедрение программного продукта. Как минимум, мы рекомендуем программный продукт достаточно простой, может быть, не столь сильно навороченный, не столь дорогой, потому что, да, действительно, программные продукты сейчас очень дорогостоящие, зачастую стоят много-много-много и не одну тысячу евро. А евро, как вы знаете, у нас чуть выше, чем все предыдущие периоды. И далее мы переходим с вами уже к двум заключительным периодам. Это сбор данных. При сборе данных важно не только взаимодействовать с командой объекта и слепо доверять тому, что говорят сотрудники, присутствующие на объекте. Важно взять с собой непосредственно те формы, которые вы будете заполнять. Они могут называться карточками, они могут называться паспортом объекта. Важно командой выехать на объект, важно провести фотофиксацию, важно зафиксировать все данные и важно запросить все необходимые документы, которые в последующем вы будете вносить в программный продукт. Шестым этапом, заключительным и самым, наверное, таким вот ожидаемым является отчет, составление отчета. Важно при этом обратить внимание, что в отчете очень четко должно быть зафиксировано техническое состояние, фактическое использование, заполняемость площадей либо профильными специалистами, либо профильными компаниями, либо профильными функциями, либо, допуская, мы сталкивались с таким случаем, непрофильными, 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 вообще левыми и неоформленными. Важно понять и еще раз проанализировать и скорректировать, если это требуется, ту методику, которая применяется в части технической эксплуатации зданий, сооружений, которые вы анализировали. И важно вывести рекомендации, но не просто рекомендации, которые бы говорили, что все плохо нужно сделать, а важно сформулировать рекомендации, которые придадут жизнь тому активу, который вы изучали. Что я подразумеваю, веду под словом жизнь. Мы знаем, что у каждого актива есть определенный жизненный цикл. Так вот при изучении, например, нашего актива, нашего здания, мы можем сделать по результатам вот этого отчета, по результатам вот этих шести этапов, например, анализ наилучшего использования. Знаете, я в практике, и моя коллега Ольга подтвердит, что зачастую даже самые некрасивые, неинтересные земельные участки с маленькими домиками можно превратить в город-сад. И благодаря этому, проведенному анализу наилучшего использования, можно категорически поставить крестик на той недвижимости, которая была, и превратить ее в город-сад совершенно с другими показателями. А можно просто принять решение продать, а можно просто стратегически обсудить с заказчиками, что он планирует сделать с этой недвижимостью, дальше либо оставить ее в текущем использовании с генерацией небольшого дохода и просто соптимизировать расходы, либо, соответственно, сделать реконцепцию ее. Какой эффект мы с вами получаем? Мы получаем с вами планомерное формирование достоверной базы по объекту, либо по имущественному комплексу, который мы выбрали с вами как пилотный проект. С помощью программного продукта мы получаем с вами автоматизацию системы мониторинга, возможность без человеческого фактора удаленным руководителем, либо представителем заказчика смотреть за изменяющейся структурой объекта. И с точки зрения доходной составляющей, и с точки зрения расходной составляющей мы с вами получаем возможность среднесрочного планирования и возможность как результат снижения затрат на содержание объекта. Мы с вами получаем, я уже приводила пример на шестом этапе, оценку экономической эффективности последующего управления данным активом, либо принимаем решение, например, совместно с заказчиком его продать. На что я хочу обратить внимание. Все последнее время очень активно происходят споры в части, а стоит ли привлекать внешнего аутсорсера для того, чтобы он вел дела, так сказать, по нашему объекту, либо оказывал какие-то услуги. Я решила акцентировать ваше внимание на тех аспектах, когда самостоятельное управление целесообразно, пойдя по пути, наверное, от обратного. Так вот, самостоятельное управление целесообразно исключительно в трех случаях, на наш профессиональный взгляд. Это когда объект маленький и небольшой, это когда объект, по мнению собственника, по мнению владельца, является достаточно кратковременным с точки зрения его коммерческого использования. И когда управление объектом не отвлекает ресурсы владельца, собственника, которые бы отрицательно повлияли на его основную деятельность. Далее я бы хотела рассказать вам о некоторых формах, как привлекаются аутсорсеры, на какие функции их можно привлечь. Потому что в рамках нашей компании есть, наверное, такое выражение, каждый должен делать то, что он делает профессионально. И недвижимостью можно наслаждаться. Поэтому, возвращаясь к правовым формам, я сегодня вам расскажу о том, что их есть, в принципе, четыре. Более подробно остановлюсь на трех. Значит, это агентирование, агентский договор, это договор оказания услуг, это договор доверительного управления, закрытый ПИВ, сдача в аренду. Сегодня я остановлюсь, повторюсь, на трех. Значит, договор агентирования. Агентирование. В чем его секрет? С правой стороны вы можете наблюдать визуально ту схему, которая регулирует взаимодействие между собственником, управляющей компанией, поставщиками, подрядчиками и арендаторами. Договор агентирования, он в себя не включает техническую эксплуатацию, хотя может быть достаточно комплексным и полным. Договор агентирования сосредоточен исключительно на том, чтобы зарабатывать для заказчика, для собственника недвижимости денежные средства. И договор агентирования может быть в двух форматах. Это когда ваш аутсорсер в виде управляющей компании, а точнее на юридическом языке, в виде агента, получает денежные средства на свой расчетный счет, оставляя себе вознаграждение, перечисляя вам уже прибыль. И вторая форма, это когда денежные средства идут на ваш расчетный счет, и в этом случае тогда, соответственно, вы оплачиваете вознаграждение управляющей компанией. Но здесь возникает вопрос смешанности двух договоров, это договор на оказание услуг и договор агентирования. Второй договор, он более распространенный для, наверное, все-таки бюджетных организаций, для корпоративных клиентов, для корпораций и для таких больших-больших монстров, присутствующих на рынке. Почему? Потому что, как правило, по этим договорам покупаются услуги клининга и технической эксплуатации, услуги, так называемые, фасилити менеджмента. Значит, в чем секреты договора на оказание услуг? Договор просто расторгнуть, извините, что с плохого. Значит, по договору все просто и понятно. Он бывает достаточно конкретным на конкретную услугу, на конкретную задачу. Либо он бывает комплексным, большим, описывающим несколько этапов работы с недвижимостью. Например, этап предэксплуатации, этап эксплуатации, это когда заказчики хотят перенести максимум ответственности на эксплуатирующую компанию, что, собственно, правильно и делают. С правой стороны, опять же, наглядная схема, как выглядят взаимоотношения сторон, собственники, арендаторы, управляющие компанией, подрядчики. Схема в рамках взаимодействия между управляющей компанией, подрядчиком и собственником, она может корректироваться, все зависит от тех функций, которые заказчик передает в управляющую компанию. Третий договор, который очень нравится профессионалам, с другой стороны, которого боятся профессионалы, честно вам скажу, и с третьей стороны, который очень редко используется, к сожалению, в России. У нас был счастливый опыт, и есть счастливый опыт такой формы договора доверительного управления. И я не скрываю, мы этим гордимся, потому что договор доверительного управления, ну, минимум, то, что он регулируется 53-й статьей Гражданского кодекса, максимум, он подлежит обязательной государственной регистрации, по нему ведется отдельный самостоятельный учет, и права в данном случае собственника максимально защищены. При этом я бы хотела поделиться с вами двумя кейсами. Первый кейс – это ВТБ, когда мы говорим о том, что в управлении компанией порядка 10 объектов в трех регионах, и те показатели, которых удалось добиться, это, соответственно, прирост плюс 12,5% по арендным потокам, так как у управляющей компании есть возможности самостоятельного принятия решения с точки зрения ведения переговоров и корректировки арендных ставок, и снижение затрат на содержание порядка 8%. Ранее Ольга говорила о том, что у нас есть любимый клиент, который называется РЖД. Вот по РЖД действительно мы подписали договор доверительного управления на несколько вокзальных комплексов, что позволило порадовать нашего заказчика увеличением доходности порядка 30% на текущий период времени и сокращение затрат на порядка 20%. И как теперь к цифрам? Наверное, самое интересное, самое наглядное, что может быть, если мы все-таки с вами, наверное, здесь, говоря вам о переходе на аутсорсинг, либо говоря вам о том, что профильно-непрофильные функции все же рекомендуется передавать на аутсорсинг, не потому, что даже мы являемся компанией, которая профессионально занимается недвижимостью, в том числе обслуживанием недвижимости, а потому что это важно, это профессионально, и у нас уже отчасти, наверное, очень взрослый рынок, а на взрослых рынках именно услугами аутсорсинга пользуются владельцы, представители владельцев, да, и корпораций, о которых мы говорили ранее. Значит, по цифрам, передача функций на аутсорсинг по коммерческому управлению, как я ранее говорила, property management, технической эксплуатации, cleaning, facility management, инвестиционный и арендный брокеридж, юридические услуги, бухгалтерские услуги позволяют экономить до 40%. Это не профильные функции. Вторым пунктом мы обозначили оптимизацию штата. Когда мы говорим, что тот штат, который есть у подрядчика, подрядчик его обучает, подрядчик придает штату большую универсальность, потому что он знает, у него больше опыта, подрядчик автоматизирует свои процессы, о которых я чуть позже расскажу. Это позволяет сэкономить до порядка 37%. Как и обещала, чуть более подробно остановлюсь на автоматизации процессов. На текущий момент в нашей компании мы используем 4 направления. Первое направление – мы очень ценим обратную связь от наших заказчиков, клиентов, арендаторов и подрядчиков, поэтому в нашей компании уже много лет внедрен программный продукт, который называется Helpdesk, где мы в режиме онлайн понимаем количество входящих обращений и что необходимо сделать. В режиме онлайн наш клиент видит исполнение по поставленным нам задачам. Мы говорим о втором инструменте – это QR-коды, которые позволяют контролировать исполнение планово-предупредительных работ и ремонтов. Мы говорим о программном продукте Checklist, который контролирует качество услуг, которые мы оказываем для того, чтобы нашему заказчику было комфортно принимать эти услуги и выставлять штрафные баллы. И мы говорим достаточно о важном продукте, который называется управлением имущественным комплексом, который мы рекомендуем внедрять при неком большом количестве недвижимых активов, а иногда и при маленьком количестве арендаторов в одном активе, потому что это позволяет достаточно много сэкономить человеческий трудозатрат. Почему? Потому что для примера, выступая на одном из мероприятий, мы высчитывали цифры. Так вот, если мы говорим, например, о функции финансового менеджера, то обычно человек в Excel может обработать порядка 300-350 договоров. При внедрении программы по автоматизации процессов работы с договорами, с базой договоров, один человек может обрабатывать до 700 договоров. Отсюда, как следствие, безусловно, вы видите экономию на ФОТИ. Следующее сокращение затрат – это сокращение налогового времени за счет оспаривания кадастровой стоимости, за счет оптимизации кредитного времени и за счет продажи части финансовых функций, передачи части финансовых функций на аутсорсинг. Опять же, экономия составляет порядка 30-50%. Фиксированный бюджет. Он прямо не относится к экономии. Он позволяет вам, отработав один год на объекте, понять, а как же поступить дальше со своим подрядчиком и с тем активом, который вам принадлежит. Первое. У вас есть уже аналитика по тем затратам, которые у вас были в течение года. По мнению профессиональных компаний, последующее превышение, последующая корректировка может составлять плюс-минус 1-2%. Таким образом, первый год вам позволяет уже делать долгосрочное бюджетное планирование. И последний пункт возможного сокращения затрат – это оборудование и расходные материалы. У компаний, которые обслуживают, которые клинингуют, которые эксплуатируют, которые управляют, как правило, есть партнерские компании по тем или иным расходным материалам. Как правило, и по тем данным, которые мы анализируем в нашей компании, экономия сейчас, которую нам удалось достигнуть, она составляет порядка 20% и далее маленькими буквами написано и другое. Так вот, на текущий период нам удалось не только экономить на тех расходниках, которые мы закупаем, либо на том оборудовании, которое мы закупаем, но и есть еще индивидуальные какие-то приятные бонусы наших поставщиков, которые, соответственно, с точки зрения экономии сказываются на бюджетах наших заказчиков. Как то, например, техническое обслуживание, плановое техническое обслуживание достаточно дорогостоящего оборудования за счет поставщика. И так повторюсь, до 20% экономии возможно достигнуть именно работая с компаниями, которые профессионально оказывают услуги. Чем же все-таки хорошо и чем безрисково передача тех или иных функций на аутсорсинг? Если мы говорим о том, что я владелец недвижимости, наша компания владелец недвижимости, то на наши плечи ложатся все кадровые процедуры, то на наши плечи ложатся все закупки, то на наши плечи ложатся все риски возможного непрофессионализма наших сотрудников. При этом, кроме как, возможно, отдельного выстроенного и выставленного KPI для сотрудника конкретного, никаких гарантий у собственника от своей службы нет. Бывают ситуации, когда тот KPI, который выставляется конкретному данному специалисту, не спасает ситуацию. Я имею в виду в деньгах. Я не буду сейчас подробно на этом останавливаться, но в процентном соотношении ситуации, когда их спасти за счет KPI нельзя, процентов 60. Если мы говорим о том, что мы привлекаем внешнюю аутсорсинговую компанию, то тогда заботы об отпусках, о выходных днях, о специфике Российской Федерации, когда люди у нас любят отмечать первую пятницу и первый понедельник на этой неделе. Все закупки, если так желает заказчик, и все-все-все вопросы на себя берет эксплуатирующая, либо клининговая, либо управляющая компания. При этом мы всем рекомендуем и при оформлении договора аренды настаиваем, для того, чтобы в договоре четко нашло отражение SLI, это критерии качества, согласовывая уровня качества, спасибо, Ольга, да, немножко заговариваюсь, и мы на них настаиваем, чтобы заказчик понимал, какие услуги мы ему оказываем, и за какие услуги, оказываемые там с определенным качеством, он нам оплачивает деньги. Далее, какие варианты перехода? Здесь совсем три этапа, они очень простые, казалось бы, если бы не были так сложны. Самые сложные, по нашему мнению, это первый этап, это формирование технического задания. Именно от технического задания зависит наше ближайшее будущее, долгосрочное будущее, потому что в техническом задании очень четко заказчик формирует все те требования, все те пожелания, все те ожидания, которые бы он хотел перенести на своего будущего подрядчика, либо на компанию аутсорсинг. Вторым этапом, значит, у нас идет проведение закупки и оформление договора. Я не просто так выделила проведение закупки, потому что если мы говорим о коммерческих структурах, то все достаточно просто. Владельцу данной недвижимости необходимо просто выбрать наиболее удобную для него форму договора и подойти к его подписанию. Если мы говорим о корпорации, либо о бюджетной структуре, то, безусловно, тогда ни о какой простой форме закупки речи быть не может. Закупки происходят либо по 44-му федеральному закону, либо по 223-му, которые имеют большое количество нюансов в стадии оформления. Третий этап – это оказание услуги с понятными для обеих сторон критериями. Ольга? Да, спасибо, Наталья. Не менее важной составляющей в работе с активами является повышение доходности. И здесь важно отметить два основных направления. Первое – это то, что мы называем традиционными, обычными способами, то, с чем мы сталкиваемся при работе с корпорациями. Это две просьбы. Первое – пожалуйста, дайте наши свободные площади в аренду. И второе – пожалуйста, продайте тот или иной актив. И они встречаются практически нам каждый день и практически в одних и тех же формулировках. И если мы говорим про сдачу в аренду, то в основном это офисные площади, бизнес-центры, либо складские помещения, складские площади. И не всегда это просто и не всегда это приемлемо по ряду причин. Основная причина – это состояние объектов. Как правило, крайне неудовлетворительное. И кроме того, рынок коммерческой недвижимости сейчас находится в таком состоянии, что идет перегруз по объему площадей офисных помещений, бизнес-центров, складские площади. И если до этого испытывали определенный дефицит и определенный недостаток, то год последнего года и особенно год, который запланирован на 2016 год, перекроют. И у нас будут профициты в этом вопросе тоже. Что касается продажи и отчуждения, то здесь тоже есть ряд сложностей, с которыми можно столкнуться. Первое – это цена. Потому что, особенно если это крупная корпорация, проводят процедуру оценки, причем не всегда одна, а несколько. Причем получаются иногда даже кардинально разные результаты от минимального до максимального, несмотря на то, что все оценщики крайне профессионально аккредитованы при корпорации, при организации. И определиться с тем, по какой цене в итоге нужно продавать этот актив в корпорации, сложно. Но это еще накладывается на то, что рынок не всегда готов поглотить этот актив по той цене, которая в итоге будет утверждена. То есть зачастую он действительно в таком удручающем состоянии, что даже несколько миллионов за него заплатить некому, грубо говоря. Из-за этого срок экспозиции приняты бесконечности, из-за этого понимания того, когда будут деньги для того, чтобы пустить их на более полезные мероприятия для компании, тоже непонятно. И возникает ряд проблем и по первому, и по второму пункту, которые решить традиционными способами не всегда возможно. Именно поэтому мы очень часто, мои любимые темы, любим говорить о том, что нужно думать еще о нетривиальных вещах. Что можно сделать с активом, помимо того, чтобы сдать его по прямому назначению или по костному назначению в качестве склада, или продать его непонятно кому, непонятно зачем. Если привлечь внутри себя или в качестве внешнего соподрядчика каких-то талантливых и креативных ребят, то они вполне могут создать рабочую, уникальную концепцию, нужную, я подчеркиваю, нужную городу, нужную людям или компаниям, если мы говорим о B2B, но оригинальную по своей структуре. Это может быть работа и с, например, земельным участком, просто с заброшенной промышленной площадкой. Это может быть работа с каким-то уникальным активом, который сам по себе является памятником, но при этом нестандартным памятником. Ну, не знаю, например, элеватор на мукомольном производстве, который можно на самом деле адаптировать под очень разные функции, очень интересные функции. И понятно, что вы там, наверное, скептически слушаете, думаете, где-нибудь на все взять денег, это все легко говорить. Нам не легко говорить, потому что это моя ежедневная работа. Мы действительно креативны, придумываем эти идеи, и более того, мы под эти идеи находим, ищем и находим деньги. И поэтому есть два основных способа реализации таких проектов. Это поиск инвестора или соинвесторов. Это сложно сделать самому, самой корпорации в одиночку. Понятно, здесь однозначно нужны профессионалы. И здесь второй вопрос тоже продажи, относящиеся к тривиальным способам, но продажи с концепцией. А продавать с концепцией уже несколько проще, потому что понятно, куда идти, кому идти, зачем, и что с этим активом случится дальше. В проекте можно остаться соучастником, например, вложить на землю или сам актив, если он представляет собой объектную движенность. Или проект можно полностью отчудить, но зато все равно потом им гордиться, зная, что именно вы стояли у стоков сознания такого суперского, уникального объекта, который будет радовать и вас, и всех горожан, и всех остальных гостей и туристов нашего города. Если кто-то заснул внезапно, ну вот да, кстати. Пожалуйста, мы сейчас рассказали чуть более подробно про сокращение заработка, потому что это всегда больной вопрос, менее подробно про повышение доходности. Пожалуйста, ответьте, как вы считаете, на чем сейчас нужно сосредоточиться в вашей компании? На затратах или на доходах? Можно тоже либо пунктом 1-2, можно написать «Затраты доходы». Сейчас тяжелые времена у всех, они скоро закончатся, не переживайте, 18-й год близко. Но по опросу не дошла доходы. Но по опросу нет, да, доходы, доходы, потому что, видимо, затраты верят меньше, а вот доходы больше привлекают. Я вижу, спасибо большое, и двойки, и единички, и то, и другое понятно, но всегда есть приоритет, всегда есть фокус, на котором компания делает акцент. Понятно, что, да, вижу, спасибо большое. Коллеги, пожалуйста, не останавливайтесь, потому что, еще раз повторю, мы подведем итоги после окончания вебинара. Всех обязательно посчитаем, каждого-каждого человека. Пожалуйста, ставьте единички-двоечки, что, как вы считаете, важнее затраты или доходы. Заключительная часть, у нас осталось не так много времени, и самая-самая заключительная часть, это как сосчитать стратегию и тактику. И здесь я не буду говорить о теоретических выкладах, здесь я приведу два простых примера, опять же, из нашей работы, как глобальная стратегия, которая сидит в головах у топ-менеджмента, у самого-самого топ-менеджмента, может отражаться на работе сотрудников разных абсолютно звеньев и также на жизни клиентов и заказчиков, там, всех, с кем работает эта корпорация. Один из наших клиентов – это крупная госкорпорация, которая в последние несколько лет ставит основной своей задачей – это повышение, значительное повышение качества услуг, прям космическое, прямо так, чтобы было заметно, и чтобы все сказали, как здорово, как вы поменяли за последние несколько лет. И инструментом, одним из инструментов, они выбрали оптимизацию площадей, создание гибких пространств внутри офисов для того, чтобы людям, которые работают, которые создают услугу этой госкорпорации, было удобно, комфортно, приятно для того, чтобы повышать эффективность труда и лояльность сотрудников этой компании, корпорации, самой корпорации, потому что, когда люди делают что-то с душой, эта же душа потом вкладывается и в ту услугу, которую они оказывают конечным потребителям. И в конечном итоге сейчас проводится просто масштабная по всей стране реорганизация, оптимизация всех площадей, а их очень много у этой корпорации, поверьте мне. И все они, помимо того, что оптимизируются с точки зрения объема, они переделываются под гибкие пространства. Все пространства становятся качественными, становятся адаптивными для любой деятельности, в любом пространстве можно почувствовать себя, наверное, как в 2050 году. И таким образом человек, который сидит и выполняет даже самую простую функцию, связанную с какими-то документами, он понимает, что он находится в той атмосфере, которая сидит в голове у его самого-самого высшего руководителя. Вот эта связка работает на конечный результат. А если давать более маленький пример, более локальный, чисто петербургский, есть и такой клиент у нас, который обладает активом порядка 10-12 га, промышленным активом, использует его только процентов на 10. Все остальное он решил посвятить искусству. И это достаточно нестандартная задача, совместить производство и искусство, сделать так, чтобы люди, с одной стороны, люди и компании потребляли тот продукт, который производит его завод, а с другой стороны, еще развивались в духовном. И вы не поверите, но у него это получилось. Он создал такой вот арт-пространство, где он выставляет и работы своего завода, где он выставляет работы внешних создателей, креативщиков, и где люди могут получать и реальное ощущение жизни, и еще эстетическое. И на каждом квадратном метре, на каждом квадратном метре есть его присутствие, и каждый квадратный метр сделан с любовью, и эта любовь в том числе видна в глазах сотрудников, которые работают на этом пространстве. И в качестве заключения, для того, чтобы вдохновить вас, я хочу все-таки поставить вторую часть ролика нашего. Субтитры создал DimaTorzok Пока, ребятки! Я пришлю открытку с видом водопада! Субтитры создал DimaTorzok Да! Вот эти вот шары, которые помогают... которые помогают вашему активу излететь, это есть все те знания, все те внутренние или внешние люди, все то, что вы вкладываете в него, и веря в него, в свой актив, вы позволите ему стать выше и круче всех тех непоскребов и современных зданий, которые есть вокруг него, и которые его, может быть, сначала как-то подавляли на него. И вообще, воздушные шары – это хорошо, я их люблю, у меня фамилия соответствующая – Шарыбина. Последний опрос, опять же, для того, чтобы включить, сначала мы вам зададим, а потом мы будем готовы ответить на ваш вопрос. Мы, кстати, появились на экране, если вы не заметили, еще раз, здравствуйте. Пожалуйста, ответьте, как вы считаете, что эффективнее – самостоятельно управлять своим активом или привлекать внешнюю компанию? Как вы считаете, именно для вашей корпорации, для вашей организации, можно один-два, еще раз попрошу ответить всех, даже тех, кто очень стесняется, потому что мы будем изучать ваши ответы крайне внимательно, что эффективнее. Либо вы сами управляете, создаете все внутри и не сами несете ответственность за актив, либо вы привлекаете внешнюю компанию, которая берет часть ответственности на себя и помогает вам справляться с определенными проблемами, не всегда классическими и не всегда простыми. Анна, спасибо. Классный ответ. Коллеги, пока у вас есть время подумать над таким достаточно сложным нашим последним вопросом. Мы предлагаем вам в дополнение задать какие-либо вопросы. У нас с вами осталось 4 минуты. Если есть вопросы, мы готовы в прямом эфире на них ответить. Со всеми теми положительными эмоциями, которые мы получили от сегодняшнего вебинара и с той подпиткой, которую мы получили от вас. Если все запомнили вопрос, я тогда на всякий случай приключу. Дело в том, что мы сейчас пробежались очень быстро по достаточно глобальным вопросам. Не исключено, что не все сейчас успеют задать все вопросы. Мы, кстати, готовы на них начать отвечать. На экране вы видите наши фотографии, наши телефоны и наши электронные адреса. Мы с удовольствием ответим на все вопросы и после вебинара, и спустя день, и спустя полгода, и год. Пожалуйста, пишите нам. Мы также будем рады, если вы, например, заметили какую-то глобальную тему, хотели бы, чтобы мы раскрыли ее в дальнейшем вебинаре. Это не последний раз. Пожалуйста, общайтесь с нами. Мы всегда ждем ваших писем. А сейчас я так вижу, есть вопросы у нас с Юрием Крушинским. Юрий, спросите. Где водится клиент на офисы? Я же сразу задам вам миллион вопросов обратно. Смотря на какие офисы. И водится, в хорошем смысле водится, эти клиенты начнут со следующего года. Сейчас с офисными площадниками, как я уже сказала, по ходу беседы сложновато, но этот период конечен. Поэтому давайте просто чуть-чуть подождем год, и все на вами. Виктор Громас, как узнать реальную рыночную стоимость своего имущества? Два варианта здесь. Первый, это, конечно же, привлечь оценщика, волшебного, профессионального, у нас есть то, что это есть. И второй вариант, привлечь еще эксперта, брокера. И всегда нужно сочетать эти два направления. А после этого выставить объект на продажу, причем даже не всегда, если вы хотите реально его продать, но выставить, и посмотреть, как реагирует реальный покупатель, провести несколько переговоров самостоятельно, либо вместе брокерами, для того, чтобы понимать, как вести миссию, как строить рисновод. И вот из этих двух плюс переговоров, трех составляющих, вы однажды проснетесь вытром и поймете, сколько на самом деле стоит ваш актив. Коллеги, вопросов огромное множество. Светлана Скурлатова, какие инструменты необходимо использовать для уменьшения кредитного времени. Светлана, в каждом случае это индивидуальный подход. Необходимо смотреть на кредитную историю, необходимо смотреть на первично подписанный договор и, безусловно, общение с кредитором. Не успеваем, коллеги. Антон Самарцев, какую доходность можно сейчас считать адекватной для офисного центра. Наверное, дам сразу обратную связь. Опять же, в формате, что это за офисный центр, какова там предыдущая год-два история по объекту, какова текущая заполняемость. В абсолютных цифрах очень сложно назвать, потому что мы не забываем о том, что есть и классность бизнес-центров, А, и Б, и С. Если я правильно помню, Антон, у вас между С и Б офисные центры, поэтому в абсолютных цифрах, в рамках индивидуального письма, мы, конечно, вам все посчитаем. Евгений Коробов, что будет в 2018, который уже приближается? Будет правильный этап экономического цикла и будет более-менее подъем экономики, потому что экономика циклична, порядка 7 лет, 7-9 лет цикл, и в 2018 мы придем туда же, куда примерно пришли в 2020. Андрей Сухих, интересно было бы услышать от вас, какое программное обеспечение для управления договорами и расчетами вы используете у себя. У нас свой программный продукт, который вымучен уже достаточно многолетним опытом. Первичное внедрение программных продуктов мы начали делать в 2006 году. Андрей, готова поделиться в индивидуальных письмах непосредственно той площадке, на которой мы работаем, и тем функционалом, который в ней есть. Полина Назаровна, такой же вопрос задавайте. Полина, с вами тоже обязательно поделимся. Друзья, спасибо вам большое, вопросов очень много, но, к сожалению, время вышло, мы уважаем время ваше, и хотим завершить наш вебинар. Еще раз огромное спасибо, что были с нами этот час. Пожалуйста, пишите нам, звоните, приезжайте в гости, мы все покажем, расскажем. И хорошего вам дня, хорошего лета и хорошей погоды. Спасибо вам за время. Всего доброго.